Друзья, это видео о животном птице Пухляк. Пухляк, также известная как Бурголовая гаечка, из-за того, что птичка любит сильно распушать оперение зимой и в ненастную погоду, довольно долго относилась к семейству синиц. Однако недавно ученые-зоологи выделили ее в отдельный род, который получил интересное название Гаечки. Существует небольшое количество представителей этого рода. Самым распространенным являются Бурголовая и Черноголовая гаечки. Пухляк обитает в густых хвойных лесах Евразии, Канады, Америки и Кавказа. Реже в горных областях Северного полушария, Кавказских гор, Карпат. Предпочитает жить подальше человека в глухих участках леса. Во времена нехватки пищи может проявлять любопытство к людям и питаться остатками еды. Специальные кормушки для птиц, созданные человеком, посещают редко. Очень большая группа семейства синицевых по численности уступает лишь большой синице. Бурголовый гаечек имеет небольшие размеры, от 12 до 14 см в длину, с хвостом 5-6 см, масса тела всего-навсего 10-15 грамм. Чаще всего встречается с бурым оперением темного оттенка, верхушка головы черная, шапочка далеко заходит назад на затылок, шейка с двух сторон белая, а на горле черное пятнышко. Нижняя часть оперения и область под хвост имеют бледно-кремоватый оттенок. Пухляк – это птица-певец, и ее вокальные способности просто поражают. Слушать пение этих птиц – само удовольствие, несмотря на то, что их репертуар не разнообразен и состоит из трех вариаций песен. А именно, это территориальное, демонстративное – это когда исполняют оба пола для поиска партнера, и ухаживающие – исполняют самцы в период ухаживания за самкой. Пухляк – это птицы, которые ведут осветлый образ жизни, гнездятся в конце апреля, в начале мая в дуплых и пнях деревьев на относительно небольшом расстоянии от земли. В отличие от других разновидностей синиц, бурголовые гаечки предпочитают самостоятельно, подобно дятлам, утапливать себе в небольшие дупла, глубиной до 20 см и диаметром 7-8 см. Из-за маленького клюва продолбить кору молодого крепкого дерева они не в силах, поэтому выбирают для обустройства гнезд стволы мертвых подгнивших деревьев с веткой древесины. Интересно то, что обустройкой гнезд пухляки занимаются парами, которые создаются еще осенью. Молодой самец за первый год жизни ищет себе пару на ближайшей территории около 5 км. Если это сделать не удается, он покидает родные края и летит искать удачу в дальних областях леса. Самыми излюбленными для бурголовых гаечек являются деревья ольха, береза, осина. На эту работу в среднем у птиц уходит около недели, иногда двух дуплых глубиной до 20 см. Для создания используют кору, веточки, перья, шерсть. Важной отличительной чертой гнезд пухляков является то, что в их дуплах вы никогда не найдете мха, в отличие от других видов рода гаечек. Очень редко пухляки могут заселяться в уже готовых дуплах или гнездах, сделанных в прошлом году. В вкладке обычно 6-8 яиц, 2 выводка. За сезон бывает крайне редко. Уже в следующем летом родители с молодыми птенцами присоединяются к очующим стайкам, состоящим не обязательно только из бурголовых гаечек. Сюда могут уходить и корольки, и другие птицы. Осенью пухляки оседают и ищут себе пару партнеров для спаривания. Некоторые из подобных стаек продолжают кочевать зимой, иногда довольно-таки длительное время в поисках лучшего места для жилья или пары. Эти птички любят спрятать тайники семенами разных растений, но практически всегда они забывают, где спрятали клад. Поэтому в глубине леса можно найти большое количество подобных хранилищ. Тем же самым они помогают вырастить новым деревьям и увеличивают площадь лесов. Это значит, что будущие поколения пухляков смогут поселиться, создав гнезда именно в этих деревьях. Также бурголовые гаечки весьма сообразительные, ведь когда они выдалбливают себе гнездо, они никогда не оставят щепки прямо по дереву, переносея их в другую часть леса, либо пряча между хвойниками. Маленькие деревянные сучки на белой снежной подстилке могут выдать место расположения гнезда. Оставленные после зимовки бурголовыми гаечками гнезда служат на следующий год домом для других мелких птичек, типа мухоловок или собратьев синиц. Все из рода бурголовых гаечек питаются в огромных количествах разнообразными мелкими насекомыми, в частности, беспозвоночными и личинками. Пухляки весьма полезны и для лесных экосистем птицы, так как они играют важную роль в регулировании численности разнообразных насекомых. Они помогают деревьям избавиться от паразитов, выдалбливая из коры мелких насекомых. Также пухляки питаются семенами и плодами растений. Летом пол их рациона состоит из растений и половина из пищи животного происхождения. Зимой три четверти рациона составляет именно растения. Главным образом в семенах хвойных деревьев – елки, кедра и тиса. Молодые птенцы любят перекусить гусеницами, маленькими пауками, личинками и другими мелкими насекомыми с дальнейшим добавлением растений. Из растений особое место в рационе занимают зерновые и злаковые культуры, а именно пшеница, хмель, конопля, лен, кукуруза, овес, ячмень. Из ягод – коржовник, малина, клубника, смородина. Предпочитают искать себе наживу в средних и нижних ярусах леса, в густых кустарников, однако на землю они практически не спускаются. В фойных лесах Европы можно увидеть забавную картину, как птицы этого рода свисают вниз головой на тоненькой веточке, пытаясь выловить каких-нибудь пчелок. Зимой же ищут себе насекомых, выдалбливая кору деревьев. Как уже я сказала, в течение года прячут большое количество запасов семян в отверстиях между корой и стволом дерева в кустарниках. К людям относятся с опаской, поэтому кормушкам не приближаются, испытывая даже сильный голод. В среднем за первый год жизни из тысячи особей выживает около 300. Средняя продолжительность жизни – 2-3 года. Наибольший возраст, до которого в редких случаях способны доживать пухлики, 9 лет. Столько же живет в домашних условиях. Самки пухлика откладывают яйца в конце мая. Иногда их складывают прямо на дно дупла, на котором есть мягкая подстилка из сухих растений, веточек и щепки. После того, как самка выстелила дупло, она ждет еще 5-6 дней, после чего откладывает от 6 до 12 яиц за раз однотонных белых со светлыми красными пятнышками. Самка пухлика насиживает яйца в течение двух недель. В это время самец сохраняет территорию и охотится, чтобы прокормить своего партнера. Птенцы вылупляются в течение двух дней. Первые несколько дней мама вовсе не вылетает из дупла, согревая новорожденных малышей. В сумме в гнезде они находятся еще около 20 дней. Интересно, что самец во время этого, как самка высиживает яйца, носит еду по 200-300 раз в течение суток. Уже через месяц выводки начинают самостоятельно вылетать из гнезда, но мама продолжает кормить их еще около недели. После этого молодые птенцы вместе с несколькими старыми представителями рода бурголовый гаечек собираются в стайке, которая чуть позже объединяется со стайками других видов птиц. Вместе они начинают путешествовать по северным широкотам в поисках нового места для гнездования. На протяжении жизни пара пухляков создает не один выводок потомства, трепетно заботясь о яйцах и о вылуптившихся птенцах, которые уже через 18-20 дней должны будут сами выживать в условиях дикой тайги и холода. Жизнь пухляков непредсказуема и тяжела. Из большинства семейств выживают лишь единицы – самые сильные и самые приспособленные к дикой местности. Пухляк занесен в красную книгу. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч! Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал!